Здравствуйте! Эфир Солигорского телевизионного канала продолжает криминальные новости. В этом выпуске программы «Место происшествия» мы расскажем о том, какой приговор был вынесен семейной паре, которая распространяла психотропы. Также поделимся с вами информацией о преступлениях, дорожной обстановке и о тех пожарах, которые произошли в выходные. В Солигорске в середине ноября судом был вынесен приговор супружеской паре, которая занималась распространением закладок с психотропами. Таким образом, официально безработные зарабатывали себе на жизнь в течение довольно продолжительного времени. Все преступления были совершены еще в 2017 году. Было выявлено, что супруг занимался раскладкой по территории города Солигорска и Солигорска района психотропных веществ, а супруга координировала действия и осуществляла прямое общение с теми, кто их снабжал этим психотропом. Несколько раз в неделю пара получала посылки, каждая из которых содержала примерно по 100 доз опасного психотропного вещества. Посылка дробилась и телилась на дозы, которые затем раскладывались в тайниках в Солигорске. Обоим членам предприимчивой семьи до 30 лет. У них подрастает ребенок, но этот преступный бизнес надолго разлучил всех. Судом вынесен приговор, на основании которого супругу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет создания колонии сильного режима. Супруге назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы создания в колонии общего режима. Опять же, с конфискацией имущества в обоих случаях. Следствие продолжается. В отдельное производство выделено еще несколько уголовных дел. Выявляются другие участники преступления. На этом предварительное следствие не остановилось. В отношении других лиц также возбуждены уголовные дела. Напоминаем, что в Солигорске продолжается проведение нескольких комплексов по снижению аварийности. С 26 ноября по 6 декабря проходит комплекс мер по предупреждению аварий с участием пешеходов и велосипедистов, а также акции «Жизнь дороже шин». Накануне 1 декабря сотрудники Солигорской госавтоинспекции напоминали всем водителям о необходимости переобуть автомобиль. Но, как показал наш совместный рейд, большинство водителей ответственно подходят к вопросу безопасности. И уже сменили шины на зимние несколько недель назад. Шины поменял, да, две недели назад в Москве. Там, правда, подороже. Все едут ошипованные. У нас тоже шипованная резина. Все отлично. Как считаете, когда нужно менять шины? Все смотрят прогноз погоды по радио, по телевизору. У всех на телефонах есть. В принципе, догадаться несложно, когда массовая температура ты видишь первый раз. Сразу же меняешь резину. Сейчас как бы сто много. Шиномонтажей много. Проблем ничем нет. Поэтому в этом вообще проблем не вижу. Скажите, а вы когда вообще сменили резину на зимние? Уже как месяц назад поменял. Заранее. Почему вы руководствовались? Почему решили месяц назад менять? Ну, вообще, как бы смотрел прогнозы погоды. Поэтому я решил сразу заранее поменять для безопасности своей жизни. С 1 декабря за нарушение этого требования правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность, предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины. Если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по части 3 статьи 18.12 Кодекса об административных правонарушениях, управления транспортным средством, имеющим неисправности, и влечет предупреждение или штраф до 1 базовой величины. В случае повторности нарушения в течение года оно будет квалифицироваться уже по части 9 статьи 18.12 и повлечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин. Наверняка многие горожане заметили, что по утрам на нерегулируемых пешеходных переходах дежурят сотрудники милиции. Присутствие служебных машин с включенными проблесковыми маячками синего цвета призвано привлечь внимание всех участников дорожного движения. Водителям снизить скорость при приближении к пешеходному переходу, а пешеходам внимательно посмотреть по сторонам. Будет уделяться пристальное внимание пешеходам, их нахождению на проезжей части, пересечению проезжей части в установленных местах. Также оценка будет даваться водителям, которые не пропускают на пешеходных переходах пешеходов. Хочется обратиться к участникам дорожного движения, которые станут свидетелями нахождения нетрезвых пешеходов на проезжих частях, в частях сообщать незамедлительно в дежурную часть Олигорского роода для соответствующего реагирования. Ваш звонок может спасти кому-то жизнь. Несмотря на все предпринимаемые меры, аварии с пешеходами продолжают происходить. 29 ноября вечером 26-летний местный житель сбил переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу 78-летнюю женщину. Пенсионерка вышла на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, а заканчивала переход на красный. С переломом ноги женщина госпитализирована. Конечно, сейчас речь не об этом конкретном случае, но зачастую в авариях немалая часть вины лежит на самих пешеходах. Нарушают они правила дорожного движения часто. С начала года в районе составлено 1800 административных протоколов на пеших участников дорожного движения. То дорогу переходят, где вздумают, то в темное время суток передвигаются за городом без свето-возвращающих элементов. А сколько нетрезвых пешеходов подставляют водители, идя или сидя на краю проезжей части. Все наши граждане не понимают, есть ли даже уже определенные места, где постоянно эти переходят дорогу в неустановленных местах. Поэтому там опять же выставляем наряды, экипажи, предупреждаем. Составляются административные протоколы по статье 18.23. И 1800 протоколов составлено уже на в отношении пешеходов. Это более чем в прошлом году, где-то на 400 административных материалов. Не понимают наши граждане, поэтому еще раз хочется обратиться, в первую очередь, к гражданам нашим, что ваша жизнь в ваших руках. То есть если же вы будете переходить с ноль на месяц, там, где есть зебра, то есть пешеходный переход, там, где есть освещение данного пешехода, то и риск попасть, если вы будете вносить фликер в свето-возвращающий элемент, и риск попасть в дорожное происшествие, естественно, уменьшается. Поэтому еще раз обращаю внимание на то, что все-таки плохие погодные условия. Необходимо не просто там взял телефон, ничего не вижу, наушники одел и иду просто по этому пешеходному переходу. Необходимо, как учили на школе, посмотреть налево, дойти до середины, посмотреть направо. И таким образом мы уменьшим количество наших людей, которые попали в неприятные дорожные транспортные происшествия и получили средственные повреждения. Вечером 1 декабря спасателям поступило сообщение о пожаре на молочно-товарной ферме в деревне Желтый Брод. К моменту приезда пожарных на ферме крыша горела открытым пламенем. На МТФ находилось 70 голов крупного рогатого скота. Животные были эвакуированы работниками Белслуч. Причина пожара устанавливается. А 2 декабря в деревне Скавшин загорелась хозяйственная постройка. Огнем была уничтожена крыша и находившееся внутри здания имущество. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за обстановкой в регионе и рассказывать вам о происходящем. Оставайтесь с нами только на Солигорском телевизионном канале. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин